сегодня я хочу вам показать как свалять вот такое панно олень у водопада вот с таким цветочком с птичками на рогах оленя и сзади изображение водопада в первую очередь я делаю раскладку шерстью не сильно толстую такую тоненькую но не сильно такую тонкую что просвечивала накрываю маргелландским шелком про все это про мылю и вырезаю из синей клееночки 1 на основном рисунке на бумаге рисую полностью вот такого размера оленя и делаю шаблон вырезаю вот клееночкой сперва всю фигуру оленя выкладываю потом на эту фигуру накладываю клееночку и потихонечку вырезаю вырезаю и черной вискозой обрисовываю контуры потом накладываю вот так вот шерсть и вот в этом моменте я уже ее промочила вот здесь смотрите волокна льна вместо травы так под копытами и сейчас я высушила и вот так вот иголкой прошиваю боковую часть туда можно вдеть бахрому и вот видите я здесь уже цветок тоже контуры прошила ниточкой и вот сейчас деваю бахрому похоже немножко по тону нитку взяла и вот так вот всю всю бахрому продеваю очень коротенько не сильно длинная и вот в данный момент я вот и ствол этого степени ствол этого цветочка тоже прошиваю потому что буду вот вот так вот бахромой тоже оформлять беру учет что это еще не сильно доваленное полотно поэтому очень аккуратного здесь и водопад я также сделала водопад я бахрому чуть длиннее сделала вот цветочки короче и вот сейчас начинаю уже работать над самой фигурой оленя глаза конечно когда я валяла первичной первичную валку дела глаза немножко у меня сдвинулись и я сейчас ее иголкой на все 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 буду приводить в порядок чтобы глаза были как глаза нос как нос и ответе уже я оживляю потихонечку это все можно будет делать я смотрю в пинтерест на оленя это рисунок откуда я скопировала и вот так сижу и сейчас глаза привожу вот такой вид чтобы был красивый такой взгляд добрый это все-таки олень и вот так вот над глазами оленя работаю потихонечку беру висковый черного цвета беру шерсть белого цвета и работаю вот так вот привожу уже видите уже глаза похожими становятся и уже панно приобретает другой вид иголкой работайте над мелкими деталями надо работать иголкой в обязательном порядке мелкие детали когда валяешь шерстяное полотно в первоначальной раскладке невозможно сделать в любом случае мелкие детали могут пропасть в когда работаешь начальной раскладке вот сейчас я ушки в порядок привожу дорисовываю это все черные вискозы я прям густо густо делаю чтобы при убалке это все шерсть не съела белая шерсть чтоб не пробилась иглу я прям насквозь насквозь это все вбиваю и когда вискоза получается потолще потому что игла вбивает в полотно то при увалке на не теряет всей красоты и своей краски вот так вот потихонечку идем смотрим в пинтерест и по оттеночкам по оттеночкам это все пробиваем тут смотрю в пинтерест это очень точно точно надо стараться это все делать смотрите в пинтерест смотрите отходите подальше смотрите я иногда сверху пану фотографирую а потом уже на телефоне смотрю где у меня что неправильно потому что когда валяешь сидишь вот прям над пану все кажется так правильно все все хорошо а когда уже отходишь и видно что где-то что-то не так вот здесь и птичек тоже то добиваю тут уже в первичные увалки я не стала птицы валять раскладку делать потому что там бы все это потерялась и размылось по тут его точно точно иголочкой маленьких птичек синие вискозы с добавлением белого белой шерсти и там клювики желтого цвета глазки все это вот смотрите на это все на губке двойной слой потому что иглу можно будет сломать и так легче работает и вот так вот мы работаем казалось бы это так сложно но в принципе если работать постоянно то уже как-то рука привыкает и какие-то навыки появляются поэтому если вы вдруг заинтересуетесь этим панно надо будет вам взять с пинтересса красивую такую красивый такой рисунок и вы какого размера складку будет делать такого размера берете бумагу я а4 склеиваю между собой и рисую на бумаге а потом клееночкой делаю трафарет и перекидываю уже на раскладку шерсти покрытой маргелландским шелком но вдруг если маргелландского шелка нету то можно любую ткань и которая приваливается соответственно какого оттенка хотите да я белый маргелландский шелк использую его же я и крашу по разным оттеночкам вы смотрите я уже полностью это все закончила рисунок вот где вы где под ножками в от олене там я использовала льняные волокна не придают ощущение что это такая трава уже осенняя и и вот тут я вам хочу показать как я уже закончила теперь я это все смачиваю через сеточку стучу сверху никаких протираний а то можно сдвинуть поэтому я тут уже хорошенько прям вот постукиваю по столу лишнюю воду убираю постукиваю главное чтобы это было хорошо намылено и сильно много воды не было у меня стол внизу стола у меня стоит емкость я туда вода уходит поэтому во время вот такой вот работы у меня лишняя вода в принципе уходит я еще стол чуть-чуть наклонный делаю и вода стекает я сейчас готовлю это уже к работу с машинкой я буду сейчас шлифовать машинкой сперва пройдусь сверху по рисунку очень аккуратненько медленно медленно иногда бывает такая привычка так хочется прям быстро быстро но надо стараться медленно 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 это все валять медленно чтобы не сдвинуть потому что машинка может сдвинуть вот не бойтесь прям вот по этим ниточкам можете проходить они все равно не проваляются потому что нижний слой шерсти уже имеет тоже первичную валку но если сильно давить конечно на привалится приваляется но я вот когда машинкой прошлась сверху она у меня так не привалялось это если большое усилие проявить то но приваляется а здесь вот я уже переворачиваю с левой стороны вот видите даже вот иголка я пробила цвета и в эту сторону они проходят с одной стороны это тоже хорошо очень потому что будет крепче держаться и вот на этой стороне я уже прошлась машинкой и уже вот она уже хорошо привалялась и я мочалкой немножко она у меня еще такая с пупырками и я это все приваливаю хорошо хорошо усиленно с нажимом вот здесь уже можно так постараться потому что все равно войлок надо пожестче с этой стороны обработать все это вот так вот круговыми движениями особенно краешки все это и еще раз пройтись шлиф машиной в процессе вот этой увалки я потихонечку его сворачиваю аккуратненько и все это сеточку и в горячую воду потом выжимаю потом раскладываю опять немножко мылю и уваливаю горячую воду в тазик надо подержать это все конечно не десятиминутная работа на производство вот этой панно от этого панно у меня уходит но минимально 3-4 дня потому что я высушиваю потом опять смачиваю потом высушиваю вот смотрите уже готовый вот уже я сваляла его высушила в уксусе поддержала в обязательном порядке надо будет в тазик и в горячей воде и вот в кислой среде уксуса подержать панно потом отжать не надо его споласкивать от уксуса потому что пусть будет она прям такая кислая чтобы молли и не этого тоже настенная поэтому и здесь нежелательно это все отмывать я просто мочу потом это все хорошенько отжимаю и высушиваю вот после высушки смотрите видите вот бахрома она у меня не привалялась я сейчас ее горячим утюгом паром это считает уже третий процесс увалки здесь тоже доваливается прям вот чувствуется что доваливается и маргелланский шок такой пупыристый пупыристый становится и 6 немножко стягивается потому что утюг горячие горячий пар 6 любит когда его гладят горячим утюгом поэтому без страха можете это все делать делать бахрому сделала снизу у этого панно у меня бахрома снизу еще по рисунку вот смотрите это называется олень у водопада ведь здесь и цветы здесь жизнь здесь олень птички ну мотив такой позитивный мне очень понравился и в живую он очень хорошо смотрится сверху вот надо будет вдеть палочку зарезать нитку и она будет готова уже к тому чтобы например украсить какой-нибудь интерьер будьте со мной подписывайтесь на меня и до следующей встречи и и и и и и и и